Экстренные службы города сегодня взбудоражило сообщение о пожаре на железнодорожном переезде по проспекту Морскому. Возгорание произошло на втором этаже кирпичного здания. На момент приезда пожарных помещение горело по всей площади. Внутри в это время никого не было. Сотрудник ГАИ работал внизу с людьми и увидел запах гари и поднялся наверх. В пожаре пострадало около 25 квадратных метров площади одного из помещений второго этажа. На борьбу с возгоранием у огнеборцев ушло не более 10 минут. Точные причины возникновения огня теперь установят пожарные дознаватели. Едва не оказался под колесами автомобиля на пешеходном переходе около мэрии. Молодого человека спасла лишь быстрая реакция. Судя по всему водитель заметил пешехода в последний момент. Пешеходный переход на перекрестке улиц Плюснина и Байчука хоть и освещен фонарями, но людей в темное время суток заметить там действительно сложно, говорят водители. От аварий не спасла даже зимняя резина. На Архангельском шоссе водитель ВАЗовской семерки не справился с управлением. В итоге машина врезалась в придорожный столб. Молодой человек говорит, только выехал на Архангельское шоссе с улицы Первомайской. Скорость была не больше 40 километров в час. Иначе столб от удара мог бы накрыть авто. Это далеко не первый случай, когда даже на зимней резине водители не могут удержать автомобиль на асфальте Архангельского шоссе. Общение в интернете обернулось потерей крупной суммы денег. 55-летняя северодвинка через глобальную сеть познакомилась с мужчиной. Он представился военнослужащим армии США. В ходе переписки мужчина сообщил, что после увольнения хочет перебраться в Россию. Но для этого ему нужны денежные средства. В ходе общения сумма переводов увеличивалась. Женщина деньги переводила, взяла кредит, заняла у знакомых. И общая сумма перевода составила полтора миллиона рублей. Женщина ему поверила и выполняла его просьбу о переводе денег. Тогда как мужчина сообщал о все новых возникающих у него проблемах, которые необходимо решить с помощью тех средств, которые она ему направит. Когда знакомый попросил северодвинку перевести еще 500 тысяч рублей, та заподозрила обман и обратилась в полицию. Сейчас по этому факту проводится проверка. По ее результатам может быть возбуждено уголовное дело. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok